всем привет с вами taking god и сегодня я решил записать небольшой урок по push уведомлениям на construct 2 как-то давно я делал текстовый урок но с того времени уже появилось несколько изменений из-за которых по старому текстовому уроку push уведомления могут не работать и сегодня в данном видео уроке я покажу как и что нужно делать чтобы push уведомления вообще работали и как это вообще сделать для начала нужно будет скачать вот эту папку ссылку на dropbox я оставлю в описании под видео состав этой папки входит два плагина один плагин это сам push уведомления от one signal и плагин глупые сервисов от cranberry cardova game и также текстовый файл в котором указаны репозитории двух этих плагинов итак начнем для начала в проект добавляются эти два плагина cardova game и cardova push notification one signal для начала нужно будет произвести две компиляции приложения сначала вы все это добавляете и ничего здесь не заполняете просто добавили эти два плагина и скомпилировали проект также компиляция будет происходить на кухон ай о скомпилировали проект допустим вот мы скомпилировали проект точнее мы его из констракта экспортировали и после этого мы просто с ключом подписи компилируем наше приложение и получаем а пока файл то есть нажимаем компилировать и получаем а пока файл можно просто загрузить просто главное указать bundle id который вы будете уже использовать далее в google play и указать верный ключ вот скомпилировалось наше приложение в котором мы просто его экспортировали из констракта и больше с ним ничего не делали мы скачиваем архив распаковываем его и получаем папку с двумя а пока файлами идем на нашу страницу магазина и загружаем наш а пока файл для начала можно выбрать либо альфа либо бета-версия чтобы просто загрузить наш а пока файл это все нужно для того чтобы мы смогли получить номер google play сервисов у меня он уже имеется так как у меня две версии игры платная бесплатная цепляются к одним сервисом и имеют общую таблицу рекордов здесь же у вас будет изначально пусто чтобы получить вам нужно сначала этот номер вам нужно сначала загрузить а пока файл и приложение также получит получит айди бандл айди который вы указали в коконе после всего этого вы загрузили а пока больше ничего не делайте заходите в игровые сервисы если у вас не было приложение нажимаете добавить игру но у меня она уже была если будете добавлять игру здесь указываете нет указывать название игры категории нажимаете продолжить у меня игра уже добавлено но я также должен привязать привязать 3 версию к этой к этим сервисом заходим в связанные приложения у вас будет просто добавить приложение у меня связать еще одно приложение или также если вам нужно несколько версий приложений добавить связать еще одно приложение выбираю android можно вводить вручную можно скопировать бандл айди для новых игроков но здесь можно у вас такого не будет у меня здесь галочка поставлю нажимаю сохранить нужно авторизовать цифровой отпечаток важно чтобы вы указали здесь свой действенный ключ иначе уже потом цифровой отпечаток заменить будет нельзя и если вы утеряете ключ то уже обновить приложение вы не сможете приложение не будет работать с этими глупые сервисами именно вот с этим номером после того как вы добавили приложение вы получаете идентификатор клиента который вам не нужен вам нужен этот номер вы его копируете добавляете в кардово гейм и добавляете в кардово push notification далее появляется вопрос как получить one signal app id для этого мы идем на сайт one signal опять же у меня он уже имеется но я покажу на примере того приложения где еще нету это иди заходите google android конфигурация сюда вводите google project number это вот это значение а сюда вам нужно будет ввести гугл сервера пи чтобы его получить наводите вот на этот кружочек или просто переходите фарбэйс консоль вот здесь переходите сюда нажимаете перейти консоли у меня уже здесь она консоли перешел далее нажимаете импультировать проект проект google выбираете если у вас у меня просто очень много разных игр но у вас будет либо одна либо две если сыну зависимости от того сколько у вас игр нажимаете ok и нажимаете добавить фарбэйс далее у вас вот появляется игра вы на нее нажимаете сверху нажимаете настройки проекта cloud messenger и здесь есть вот такое длинное значение это ключ сервера вы его копируете и переносите сюда после того как вы его туда перенесли после того как вы его туда перенесли вы нажимаете сохранить переходите в кейс и айдис и вот ваш one signal app id вы его копируете и добавляете сюда после этого опять экспортируете игру также можете даже не можете а нужно добавить логин чтобы игра залогинилась на старте в google play сервис и экспортируете игру переходите опять к окон переходите в раздел плагинов по старым уроком нужно было добавлять вам сигнал плагин он был другой вот раньше был комп от плагин но проблема в том точнее к раньше была какая-то проблема на коконе почему-то приложение не компилировались если добавляли вот эти плагин вот этот плагин теперь же они это поправили но возникает новая проблема если мы добавим вот этот плагин мы его установим к нашему приложению чтобы у нас работал пуш уведомления и если мы вдруг захотим сделать также вот добавить google play сервиса и мы нажмем это тоже установить то google play сервиса кокона они не будут работать все все завязано на том что для работы плагина one signal нужны библиотеки google play сервиса составе вот этого плагина компакт в состав этого плагина уже вход входит библиотеки google play сервисов соответственно эти google библиотеки google play сервисов они закрывают библиотеки кокона и плагин кокона уже не работает поэтому нужно устанавливать плагин просто плагин ван сигнал кордова плагин в который входит исключительно ван сигнал и не имеется никаких библиотеках google play сервисов и уже отдельно добавляется плагин от cranberry это вот как раз в состав которого входят google play сервисы сюда вписывается параметр и пойди и номер вашего приложения ван сигнал уже ничего не пишется после этого вы компилируете апельсовое приложение то есть вам нужно добавить два плагина также возможно у вас высветится ошибка и вам нужно будет установить им мульти декс на ес нажать сохранить и скомпилировать приложение после того как вы скомпилировали приложение когда вы не забыли вести вот эти все номера вы запускаете игру на своем устройстве и можете проверить если вы все сделали правильно то у вас вот здесь появится ваше устройство что-то оно добавлено в базу и так и сейчас я установлю и сейчас я установлю apk файл на свое другое устройство на котором включу и сейчас я установлю наше скомпилированное приложение уже со всеми добавленными плагинами на свое другое устройство на котором я включу запись экрана и продемонстрирую как будут работать push уведомления параллельно будет показана экран рабочего стола экран монитора и будет показано то что происходит на телефон и так я установил игру на свой смартфон нажимаю открыть происходит загрузка приложения так теперь мы сворачиваем наше приложение обновляем страницу на one signal и как мы видим добавилось еще еще одно новое устройство теперь давайте отправим push уведомления title у нас будет мы не будем его менять это будет название игры а в message buddy мы напишем hello здесь вы также можете изучить как здесь правильно отправлять push уведомления какие то бы как добавлять языки еще всякие разные функции нажимаем next next confirm нажимаем send message устройство meizu имеет особенность на последней версии уведомления складывать специальный ящик но если вы на каком-нибудь самсунге будете или еще на устройство там просто высветится уведомление и вот оно наше уведомление с надписью hello также можно написать абсолютно любой текст туда можно ссылку написать чтобы игрок нажал на уведомление и его перекинула посылки куда-нибудь и также мы видим здесь статистику что на 2 мое устройство было доставлено это уведомление теперь если мы нажмем на нашем устройстве на уведомление то статистика когда она сейчас обновится через несколько секунд вот мы видим что был совершен клик то есть вот 50 50 процентов то есть одно устройство на нем кликнули на уведомление это нужно для того чтобы вести статистику использую кликуют на ваше уведомление пользователи или нет вот ну на этом я думаю мой урок закончен все что я хотел вам рассказать я рассказал всем спасибо за просмотр и пока пока